Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня у нас понедельник в Чикаго, 11 часов утра, на Восточном побережье 12 часов дня, на Западном, Сан-Франциско, Лос-Анджелес 9 часов утра, в Москве 19 часов, а вот в Таиланде уже совсем поздно. Почему в Таиланде сейчас об этом скажет хозяйка и ведущая еженедельные программы, которые выходят у нас по понедельникам в это время, и называется она «Путь йоги». Анастасия Хрущинская, Настя, здравствуй, ты, да, сейчас сама представишь свою гостю, очень симпатичная девушка на экране, вот вся вот такая, вот вся такая. Хорошо, тогда всё, вам слово, девушки. Спасибо огромное, Михаил, и с вами Анастасия Хрущинская, и моя потрясающая гостья Диана Дикша. Диана у нас преподаватель йоги и международной сертификации, она преподает в международных сертификационных программах по йоге, а также Диана автор уникальной методики по гармонизации планетарных влияний методом хатхи йоги и аштанги йоги. И этот метод Диана называет упая йогой, об этом мы сегодня как раз и поговорим. Диана, привет! Спасибо огромное, что вы согласились сегодня с нами выйти в эфир. Я очень плещена, такая действительно невероятной красотой девушка, кто видел наши анонсы. Я имею счастье её видеть сейчас ещё и на видео. Но, дорогие друзья, был для вас повод переслушать нашу программу и посмотреть её в эфире на Ютубе обязательно, чтобы тоже полюбоваться на Диану. Ещё раз я хочу сказать спасибо большое за то, что вы согласились принять участие в нашей передаче. И, ну, пару слов о себе, да, как начался путь к йоге, почему йога, да, и вообще, как вы с ней познакомились? Здравствуйте! Ну, как сказала Анастасия, меня зовут Диана, и преподаю йогу, я уже, сложно сказать сейчас сколько лет, и когда начался сам процесс занятий, когда начался процесс преподавания, потому как всё это так плавно перетекло, начиная от каких-то гимнастических упражнений дома. Я занималась гимнастикой какой-то, дома зашёл мой брат в комнату, посмотрела, сказал, ой, так ты же йогу делаешь. Ну, я подумала, а вдруг и вправду, и пошла найти какой-нибудь курс йоги, чтобы проверить, так это или не так. И на первом же занятии поняла, что это то, что, собственно, я искала всю жизнь. Ну, и вот с тех пор занимаюсь йогой, преподаю, и в то время, когда я только начала заниматься, я узнала про то, что существует такая практика танец Шивы. И вот начала заниматься танцем Шивы, и вот так до сих пор я очень люблю эту практику, и параллельно с йогой вот занимаюсь танцем Шивы. Несколько лет назад я занялась астрологией, восточной астрологией, визической астрологией Джойтиш, и начала проводить связи между влияниями планет днями недели и тем, как ведут себя мои студенты. Потому как, например, в одни дни студенты были активны, в другие дни менее активны. И всякие там, знаете, наши присказки по поводу того, что понедельник день тяжелый, тоже как бы начала рассматривать, почему все это так. И вот все вылилось в практику упая йоги. Ну, я пару слов скажу для тех, кто не знает, хотя у нас очень продвинутая аудитория, что такое вообще упая, да, это термин из махаянского буддизма, который с помощью упая мастер ведет ученика к просветлению. Ну, или иными словами, это некий корректирующий меры, которые мы можем применять в нашей жизни для того, чтобы скорректировать негативное влияние планет или вообще какие-то негативные влияния на нашу жизнь, да, упая могут быть совершенно разные, да могут быть там, допустим, в Индии очень распространены упая драгоценными камнями, когда мы, например, носим что-то, да, какой-нибудь камень, и тем самым мы свою жизнь улучшаем, да, и я думаю, что в йоге, я как раз когда стала думать про упая йогу, да, ну вот у меня какие-то свои собственные ассоциации, да, мы наверняка люди, которые йогу хоть как-то когда-то практиковали, они слышали о таком приветствии сурья намаскар, да, еще есть менее немножко известная практика, это чандра намаскар, да, это приветствие луне, приветствие солнцу, а в чем ваш метод заключается? То есть вот вы как, потому что я сразу стала думать, интересно, а какие можно упая в йоге придумать для раху? Ну, на самом деле у вас очень замечательный глубокий вопрос, потому как прежде всего мне задают вопросы такие, там, например, Марс, Меркурий, Венера, про раху и кету уже такие более опытные студенты задают, так что очень приятно слышать такой вопрос. На самом деле, да, что мы знаем о практике сурья намаскар? Все, кто хоть чуть-чуть занимался йогой, знают, да, что это приветствие солнцу, и это разогревающая практика, то есть все, кто делают сурью намаскар, в хорошем варианте, в правильном вспотеют, почувствуют тепло сразу же, что мы знаем про чандру намаскар, если мы делаем, это более такая гибкостная практика, то есть она направлена больше на гибкость, на раскрытие гибкости, то есть она не такая, может быть, даже силовая, немного другой аспект включается, и логично подумать, что если есть приветствие солнцу и луне, то, наверное, и есть и приветствие всем остальным планетам, и вот, в частности, Марс, тот, кто следует следующей за луной, то есть вторник, это день Марса. Завтра у нас как раз. Завтра, говорю, когда? Да, когда завтра, можно будет сегодня подготовиться после эфира. Практика для Марса очень силовая, потому как Марс, это планета, связанная с какими качествами? Воинственность, сила, это представитель большой-большой силы, в частности, представитель такой masculine power, и по вторникам все мои студенты приходят такие, ну, сейчас будет, вот, потому как знают, что по вторникам силовой аспект, это вирабхадрасаны, то есть всё, что связано с силой, с накоплением силы, это большое количество дыханий в какой-то асане, например, в чатуранге, в отработке всех планок высоких, и в целом вторник — это такой день огня силовой, поэтому йогу, вот хатха-йогу как упаю, мы делаем силовой аспект. Если говорить о среде, среда — это планета Меркурий, планета Меркурий — это планета интеллекта, она в некоторых школах говорится, что это биполярная планета, то есть она в себе сочетает качество мужского и женского, это планета общения, всех видов знаний, и поэтому в среду мы делаем практику упаи для Меркурия, комбинирующую сложные асаны, лёгкие, и комбинирующие асаны на одну ногу и на другую. Делаем много пранаям, потому как активизируется верхняя часть, ну и, естественно, используем упаи для цветовые упаи, потому как для каждой планеты существует свой цвет. И после Меркурия у нас идёт четверг, четверг — это день Юпитера, цвет жёлтый у нас, да, день Гуру, и что мы знаем про учителей? Все вам поклоняются, ваши студенты. Это точно, да, мои студенты приносят мне цветы в это время, что-то такое. На самом деле по четвергам мы практикуем те практики, которые я получила от своих учителей, и мне в жизни повезло, я встречала очень глубоких, хороших, сильных учителей, и те практики, которые я от них получала, мы практикуем по четвергам, и обязательно вспоминаем учителей. И в основном учителя, глубокие, продвинутые практики йоги, они уже не прыгают, физически не занимаются, то есть это уже немного другой уровень, это раджа-йога, это в основном положение с ровной спиной, сидя, и в основном это медитативные практики. Также, да, я не сказала, что в упаи-йоге мы начинаем нашу практику с мантр. Для каждой планеты существуют мантры. В коротком варианте биджа-мантра планеты, или уже там в дальнейшем более развернутые варианты мантры. И по четвергам мы достаточно много мантр поем, не только для Юпитера-брихаспати, а в целом для гуру некоторые мантры, гуру-мантры. Пятница — это день у нас какой? День какой планеты? Венера, Венера, Венера. Венера, Венера, да. Женский день. Женский, ну не обязательно женский, женский, мужской. Я вот, когда делаю консультацию по астрологии, если я вижу, что Венера слаба у человека, я всегда ему советую по пятницам заниматься чем-то таким, что ему очень нравится, ходить в театр, в кино, кушать красивые пирожные, одевать красивые платья, украшения. И вот в пятницу Упая для Венеры с точки зрения вот хатха-йоги, какие применимы асаны, это все асаны на раскрытие грудной клетки, потому как Венера связана с любовью, и любовь, она где живет в какой части тела? Сердце, конечно, да. Сердце, конечно, да. Поэтому очень много прогибов, это и асаны стоя с прогибами, и сидя, и все варианты шалабхасан, все варианты плугов, лук, и, конечно же, более музыкальный уже подход к мантрам, то есть более песенный такой. В общем, в целом практика пятницы – это практика, приносящая какую-то красоту, изящество, то есть это очень изящная практика. Суббота – это день Сатурна, и по субботам чаще всего, если меня приглашают куда-то на выездные семинары, все уже знают, организаторы передают из уст в уста, что я люблю субботу очень сильно, и по субботам в основном все мои семинары, потому как планета Сатурн, на мой взгляд, это планета, которая открывает понимание йоги больше, чем все остальные. Почему? Потому что он суров, он скетичен, и Сатурн, он очень схож во многих моментах с Шивой, а Шива дал йогу человечеству. Поэтому по субботам практика очень медленная, очень спокойная. И плюс еще Сатурн – это же дисциплина, да? Конечно. Никакая йога, она невозможна без дисциплины. Если мы не будем дисциплинированы, то, соответственно, йогой… Ну, возможно, конечно, что у нас йога будет получаться, но мы никогда не достигнем того, чего должны достигнуть, и именно смысла йоги мы не получим. И, конечно, да, Сатурн – это очень важная планета. Вообще считаю, что нам, всем жителям бывшего СССР, да, людям, которые проживают в Восточной Европе. Вообще Сатурну надо просто ежедневно поклоняться, потому что мы все находимся под влиянием Сатурна. Нам с вами повезло, что мы живем там, где сейчас сын. Тем не менее, все равно, родины мы были в других местах. Ну да. Это очень важно учитывать. Да, я прошу прощения. Да, но на самом деле где-то мы похожи ближе к сатурнианской энергетике, потому как вот тот международный центр, где я преподаю на международном курсе, сама Коруна у нас на острове в Таиланде, директор наш уругваяц, грек по происхождению, приехал, жил в Уругвая достаточно долго, и вот в центре работают все очень солнечные, открытые такие люди, с островов, светлые. И есть я, еще один парень из Ташкента, и вот он на нас говорит crazy Russian Yogis. Почему? Потому как мы очень суровые, то есть на фоне всего этого вот открытости, всей этой любовь и вся эта мягкость, и все это солнце, мы очень суровые. То есть он говорит, о, crazy money, poor woman, потому как мы очень жутко ведем. Хотя на самом деле, приезжая сюда, все мои студенты говорят все одно и то же. Они такие, о, ты такая солнечная, ты такая открытая. Я говорю, ну, это смотря по сравнению с чем. То есть мы там все равно, даже находясь ближе к солнцу, все равно у нас вот эта суровость какая-то изначально, она присутствует. Поэтому, да, нам, Сатурну, необходимо делать упа, и действительно дисциплинированность, это то, дисциплина внутренняя, это то, что приводит к йоге. Потому как бесконечное, конечно, хождение в йога-центры, подавателям, это не совсем йога. То есть это класс, замечательное времяпрепровождение, но настоящая практика начинается, когда устанавливается дисциплина и когда практика становится индивидуальной. Вот, собственно, ради этого я и затеяла курсы по упа и йоге для того, чтобы человеку помочь как-то выстраивать, по какой схеме заниматься дома самостоятельно. Потому как большинство людей, всех, кого я знаю, я спрашивала, почему вы не занимаетесь дома, почему вот вы ждете меня, чтобы я приехала, каждый год приходят одни и те же студенты. И вот они говорят, потому что ты уезжаешь, и мы не знаем как. То есть там есть видео, по которым мы занимаемся, но это все не то. И вот я разработала систему для каждой планеты. Она очень логична. То есть у каждой планеты есть своя энергетика и есть асаны, которые соответствуют этой энергетике. Вот как, например, мы с вами обсудили, что Венера, она открывается грудная клетка, то есть какие-то красивые, очень изящные асаны. Сатурн в древних писаниях, так он, вы знаете, да, как описан Сатурн? Он хромоногий. Да, конечно, хромой старик, такой 70 лет где-то, такой салоногий очень спалочный. Он представляет собой, в целом он представляет собой столетних людей, 100-108 лет. То есть старик, опять-таки, он не будет прыгать, как Марс, это не вторник, да, он не будет прыгать, и так как он хромой, в честь Сатурна, упая йога по субботам, она выстроена вся из асан, стоя на одной ноге. О, вот это да, это круто. То есть это какие-то, да, позы дерева, да, всякие разные, такого плана. Да, 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 позы дерева, там половины лота стоя, много очень асан с вытянутой ногой, с согнутой ногой, и те люди, которые вообще не занимаются, и приходят на мои занятия, на фестивалях, много-много людей, им очень тяжело, потому как на самом деле... Да, я хотела сказать, что это же тяжело вообще, это такие асаны, которые для неподготовленных людей очень тяжело могут оказаться. Да, но на самом деле положение стоя на одной ноге, они не требуют таких физических затрат, как другие упражнения. Здесь четкая работа нашего ума и нашего внимания, потому как, если внимание на дыхании, тогда можно стоять и на одной ноге, и на носочках достаточно долго. Так как суббота это медлительный день, то долгое выдерживание в асанах по субботам, оно дает на самом деле очень здоровское состояние ума, и в конце, вот когда заканчивается, ну это в частности на фестивалях каких-то, когда я заканчиваю практику, я вижу, что люди хотят о чем-то поговорить, но не могут. То есть ум, он замолкает настолько сильно после долгого выдерживания асана одной ноге, что я просто вижу эти сияющие глаза, которые не могут подобрать совершенно слова, и это достаточно интересный эффект практики. Что касается еще практики по субботам, то в упая йоге мы используем состояние, которое называется расы, то есть это передача состояния с помощью. Раса в санскрите, это я знаю, что еще вкус обозначает, да, потому что я вот аюрведой занимаюсь, и мне тоже вот очень интересно на самом деле корректирующие всякие вещи, то что тот же самый Сатурн, вот вы сказали на одной ноге, да, Сатурн у нас, у современных людей очень многих вата-доша повреждена, да, как правило, ну, я вообще мало кого встречала, у кого вата-доша в равновесии, но она хоть чуть-чуть как всегда выведена, да, и Сатурн как раз он за вату отвечает, и вот эти позы, да, которые на одной ноге, они позволяют нам наладить как раз циркуляцию определенную, вату привести более-менее в состояние равновесия, да, вот раса — это вкус, да, вот в аюрведе, что у вас раса? Раса на самом деле, да, это вкус, это состояние, это, я в частности, занимаюсь индийской классической музыкой, и там тоже есть термин раса, который обозначает качество раги, музыкального произведения, то есть состояние, вкус, и, например, то, как ведется занятие в пятницу, и какое ощущение, самоощущение в пятницу, вот этой красоты, изящества, жесты какие-то, мимика, и занятия в субботу всегда очень собранные, то есть состояние вот такое, дыхание у нас такое, безэмоциональное, и таким образом человек, он проживает разные эмоциональные состояния в ходе практики йоги, и если есть какие-то критичные, критические эмоциональные состояния в жизни, которые человек не может выразить, то вот как раз в упая йоги это все прорабатывается в течение практики вот на коврике, да, как мы это называем, на коврике, и поэтому эти расы, они очень помогают, то есть это то, что я включаю в систему обучения, и то, как занимаются мои студенты, у меня есть много студентов, которые уже преподают упая йогу по Украине, там за рубежом, вот, так что, возможно, вы еще где-то встретитесь. Приезжайте к нам, мы будем всегда рады, здесь для вас организуем семинар с удовольствием, я думаю, что и вот в Чикаго можно приехать, да, где ход-офис нашей радиостанции, к нам в Калифорнию, вообще вот, я прям вас вижу здесь в Калифорнии. Ну, в Калифорнии с удовольствием, потому что люблю очень серфинг, так что, да, близко. Воскресенье, это практика Сурина Маскара или что-то еще? Мне кажется, вы должны были привнести свое какое-то видение в этот день. Ну, на самом деле, практик Сурина Маскара очень-очень много, и все они совершенно разные, и мне однажды очень повезло, в Гималаях я встретила учителя, человека, совершенно случайным образом, ну, как всегда, глубоких учителей мы встречаем случайно, мы не ищем их, и, ну, как-то случайно встречаются, моя подруга влюбилась в парня и попросила меня побыть с ней, потому что она не знает, как себя вести, у этого парня друг. Я говорю, ну, ладно, побуду. И вот этот друг, он, оказывается, был с йога-семинара, и, собственно, я потом поняла, почему эта подруга влюбилась, как это все произошло, и я попросилась, я говорю, можно к вам прийти на йога-семинар, я вот преподаю йогу, и учитель, его зовут Рудольф Мия, он француз, он вообще не говорит по-английски, ни слова. Я не понимаю ни слова по-французски, там были все французы, и я пришла к нему заниматься, и получила от него сурью-намаскар, я нигде никогда ее не встречала, и вот с тех пор практикую этот вариант сурью-намаскар, на задержке дыхания он делается. Очень интересный вариант сурью-намаскар, то есть он начинается не классически, так как в начале коврика, да, мы стоим и шагаем назад, он начинается наоборот, с конца коврика делается задержка дыхания, и вперед продвигается через асаны, и вот этот, конечно, вариант сурью-намаскар я делаю по воскресеньям. Если хватает времени, и если есть возможность достаточно длительно заниматься, то я бы рекомендовала по воскресеньям делать 108 подходов сурью-намаскар, то есть вот такая полноценная практика, больше ничего не надо, то есть легкие упражнения, разогревающие, которые нужны в каждый день перед асанами, и потом уже вот сурью-намаскар. Еще хороший очень день делать сурья-пасану, то есть по воскресеньям мы делаем, набираем воды в кувшины, туда кладем цветы очень красивые, соответствующие энергии к красоте солнца, желательно желтые или оранжевые, и глянем на солнышко, выливаем цветы в водоем, то есть это тоже одна из практик по йоге для солнца, сурью-намаскар. Следующий день это... Ну, собственно, сегодня понедельник, да, вот как раз мы его в конец поставили, вот как раз про сегодня, да, про понедельник. Женский замечательный, очень нежный день, день луны, и по понедельникам мы практикуем чандры-намаскар, их тоже достаточно большое количество чандры-намаскар, у меня есть два либо три тех, которые вот они на данный момент, мне кажется, соответствуют вот энергиям, происходящим вокруг, и поэтому мы их используем. вот практикуем чандры-намаскар, и, как я уже говорила, мы начинаем всегда с биджам-антра планеты, делаем намаскар этой планете, и потом делаем асаны, которые сходны по энергетике, пранаямы обязательно, в конце посвящения результатов нашей практики, гармонизации и влияния этой планеты. Это очень важно, потому как без ментального настроя, без посвящения плодов своей практике, йога является, знаете, такой, может быть, ну, хорошей гимнастикой для физического здоровья, но не больше. Если мы хотим вырасти сознанием до другой какой-то своей плоскости, до другого измерения, то без посвящения плодов своей практике это всё будет достаточно долго на одном месте, то есть не будет какого-то развития. И обязательно, так как каждая планета, она представлена разными людьми, то вот те люди, которые представляют планету этого дня, мы им также посвящаем плоды. Например, сегодня понедельник, день Луны, и Луна — это показатель матери в гороскопе человека, поэтому вся наша практика посвящена гармонизации и влиянию Луны через отношения со своей мамой. То есть таким образом, если родители ещё живые, регулярная практика упая-йоги, она даёт понимание, что родители — это больше, чем вот это живое существо, которое дало нам рождение, что это некая сила материнская и отцовская, которая находится за пределами жизни одного человека, что это какой-то огромный-огромный эгрегор, потому как мы все в той или иной степени рано или поздно становимся мамами, папами, и необходимо понимать, что наши родители, они изначально нам дали эти качества, поэтому если у человека есть какие-то обиды либо недосказанности с родителями, то вот этот вариант упая-йоги, он на самом деле помогает. То есть я видела много раз, как люди, практикуя достаточно долго вот так, например, 108 с Урина Маскар для Солнца, оно гармонизировало отношения. Не с отцом, наверное, да, получается? Конечно, да. Просто для радиослушателей я поясню, потому что мы с вами так немножко более продвинутым находимся в положении, а вот, а для слушателей, чтобы было понятно, что Солнце, Сурья, да, он отвечает за отношения с отцом, а Луна, да, это показатель матери. То есть Луна это показатель матери и материнство в целом, и поэтому также те студенты, которые занимаются, я знаю, что многие женщины хотят ребёнка, но хотят в определённом состоянии своего ума ребёнка, чтобы не просто там я хочу быть мамой, да, я хочу быть мамой такой вот, с такими-то, такими-то качествами, то есть так, чтобы я была терпеливая мама и так, чтобы мне не хотелось как-то сбегать от ответственности своего материнства. И вот практика Упая йоги по понедельникам для Луны, она как раз даёт понимание того, что такое материнство и как себя реализовывать в этом ключе грамотно, чтобы это приносило позитивные плоды и для самого себя, и для ребёнка, и точно так же гармонизировать отношения со своей мамой. Либо если родители уже не здесь, также тоже такое бывает, и человек приходит в Упая йогу с какими-то обидами либо нерешёнными вопросами, опять-таки, человек достаточно длительно практикуя, вот Чандру Намаскар, он через практику, он сжигает какие-то обиды либо недосказанности и достигает вот какого-то спокойствия ума, которое, ну, на мой взгляд, оно очень сильно связано с нашими родителями, то есть уметь отрезать все эти родительские и социальные связи далеко не каждому даётся. На самом деле, опять же, можно тут сделать такое добавление, что мы все, вот 20 век, это было такое сложное время, когда, в принципе, у людей, особенно, опять же, на постсоветском пространстве, с родителями, с нашими предками, и это очень важно как раз проработать. Я лично в своей практике и вообще в практике моих знакомых, да, я огромное количество имею знакомых и друзей, которые занимаются там йогой и джойтишем и аюрведой и любыми другими ведическими знаниями их помогают имплементировать жизнь простых других людей, да, и я не встречала ещё человека, которому не было необходимости проработать отношения с родителями, нет таких людей. Хоть что-то, но всегда всплывает, хоть как-то, да, вот, вот. А потом, тем более, для нас, женщин, да, действительно, я знаю, что вот вы, мама, тоже у вас малыш есть, и это, это, безусловно, огромная помощь, и это необходимо женщине вообще всегда проработать отношения с мамой, потому что, если она когда-либо планирует быть мамой, то для неё это просто неоценимая вещь, да, это крайне важно. Я прям вот говорю, у меня мурашки по коже, да, потому что я понимаю, насколько мы какие-то такие тонкие вещи трогаем, да, вот как у нас, вселенная сразу отзывается, вот, что это так. Да, это действительно, это действительно так, и вот вы говорите о том, что у вас есть знакомые, которые многие знакомые занимаются либо аюрведой, либо джойтишем, йогой, на мой взгляд, это неразделимое знание. Если вы действительно интересуетесь, глубоко интересуетесь йогой, рано или поздно вы начнёте глубоко изучать аюрведу, может быть не в этой жизни, может быть в следующей, но эти дисциплины, саната надхармы, они как грани одного прекрасного кристалла, потому как я свой путь начала с йоги, потом в своё время я встретила человека, он сделал мне аюрведическую консультацию, меня поразило, насколько человек, никогда меня не зная, рассказал мне всё о моей жизни, что я люблю, что я ем, почему я так сплю, почему так происходит. Вот я стала изучать аюрведу и то, что я узнала о йоге, то есть я уже йогу к тому времени практиковала лет восемь, наверное, и вот с точки зрения аюрведы я увидела какие-то такие интересные грани йоги, что без изучения аюрведы я была бы, наверное, до сих пор вне осознанности в относительности этого. И вот точно так же и джойтиш, то есть джойтиш точно так же даёт какие-то грани аюрведы и ещё более глубоко, это, знаете, как очки, такие чистые очки, когда человек плохо видит, вот он там не видит, как листики шевелятся, он в целом видит, что есть дерево и что-то зелёненькое такое, да, а вот эти дисциплины, они более тонко дают увидеть тонкое восприятие йоги и, соответственно, ближайших дисциплин. И музыка, это так же то, что мы используем в упая-йоге, потому как музыка, она даёт возможность очень тонко прочувствовать, где находится наше внимание, как течёт наша прана, потому как, занимаясь пранаямой, дыхательными упражнениями, насколько глубоко и ровно мы дышим. Нам может казаться, что мы ровно дышим, а используя звук, у нас есть очень чёткое понимание, насколько наше дыхание ровно и плавно течёт, потому как, если звук вибрирует вверх-вниз, то, естественно, наше дыхание не плавно и не ровно. Ну, теперь вот я хочу вернуться к своему вопросу, с которым я прямо начала разговор про упая-йоги. Мы забыли про две планеты, мы не забыли, мы пока, может быть, сознательно их опустили. Действительно, это планеты Раху и Кету, у них нет своего дня, у Кету можно отнести к Марсу, он обладает марсианской энергией, это вторник, Раху, это суббота, то, что он близок по своей энергии к Сатурну. Какие-то есть у вас секреты для гармонизации влияния этих планет? Потому что есть даже такие школы астрологические, вот я знаю, которые, наоборот, вообще почти ничего не смотрят, а только смотрят, как Раху и Кету расположены в гороскопе у человека, и все про это прямо сразу рассказывают. Но это действительно для тех, кто интересуется астрологией, а наши радиослушатели, безусловно, интересуются, потому что у нас есть, к нам очень много физических астрологов приходят в гости, мы сами ее очень любим, на физическую астрологию. И действительно, Раху и Кету на нас влияют очень сильно. И какие-то у вас есть для этого практики или нет? Конечно, есть, конечно, есть. Я считаю, что наряду с Сатурном Раху и Кету, они такие очень пограничные товарищи, то есть они одной ногой стоят в одной стороне, другой ногой в другой стороне. Вот, поэтому я очень солидарна вот со школой, которая рассматривая Раху и Кету, могут сказать почти все о человеке, потому как Раху и Кету, они могут повернуться разными сторонами. И поэтому, да, как вы точно заметили, что у Кету есть какая-то некая схожесть с энергиями Марса, только Марс, он очень, его энергии ясны, понятны, а Кету, он обладает вот такой же огненной силой, но он не проявлен, он очень тонкий. Раху представляет собой иллюзию, и Раху холодный, то есть это, он сходен с Сатурном, и поэтому мы можем делать практики упаи для Раху в субботу, то есть завершая практику для Сатурна, вторую часть сделать практики для Раху, для Кету, точно так же по вторникам, либо после практики Марса, упая Марсу, либо вместо, то есть все зависит от того, насколько человек глубоко находится в связи с планетами, и если вот он уже точно знает, что ему нужно хорошо гармонизировать Раху и Кету, то тогда можно либо каждый день делать упаи для них, пока не закончится вот такое вот как бы влияние, которое тревожит человека, либо вот по вторникам для Кету и по субботам для Раху. Раху и Кету представляют собой одно существо, разрубленное пополам, да, в некоторых школах говорится так, в некоторых школах иначе, но тем не менее они оба связаны со змеями, потому как Раху это голова, он представляет собой иллюзию, все ментальные сложности, а Кету это хвост, вот, поэтому для Раху и Кету мы используем все асаны, связанные со всеми насекомыми, потому как Раху представляет собой также и весь мир насекомых, то есть все, кто ползают, движутся каким-то образом, например, моя учитель говорит, что если много насекомых в доме, то это прежде всего показатель того, что энергия Раху поднялась, она очень сильно, много очень Раху, и это можно видеть по насекомым в доме, поэтому все кузнечики... По типу куднасекомых или по какие, вот если, допустим, пауки, это же Кету, да? Пауки? Да. Ну, в большей степени, да, потому как они плетут и всякое такое, но Кету, Раху, их вообще очень сложно разделить, потому как это одна такая сущность, это все-таки затмение, Кету это затмение солнца, Раху затмение луны, они оба теневые, вот, поэтому они как, знаете, как два брата-близнеца, same, same, but different, ну, то есть они очень-очень похожи, на самом деле очень разные, вот, и поэтому все асаны, которые мы знаем, только связаны с насекомыми, со змеями, буджанга асана, все прогибы из положения лёжа, и точно так же можно использовать некоторые моменты, которые мы используем по вторникам для Марса и по сувотам для Сатурна, потому как эти планеты, они вот связаны между собой Марс и Кету и Сатурн и Раху, то есть гармонизируя Сатурна, автоматически гармонизируется Раху, гармонизируя Марс, автоматически гармонизируется Кету, вот, как-то так вот мы простраиваем, может быть и такое, что в специальное время, когда этого требует, время, либо во время, когда близко затмение, можно сделать просто отдельную упаю для Кету, то есть сначала мантра, биджамантра для Кету, и затем просто посвящается внутреннее состояние ума, такое, как посвящение практике вот для этой планеты. У меня вообще вот, прям внутренний вопрос меня мучает, вот мы, скажем, как это всё коррелируется с индивидуальным гороскопом, и вообще вот у вас есть, вы практикуете какие-то подбор индивидуальной практики, да, потому что для меня, например, вообще слово упает, да, но оно, это уже индивидуальная очень вещь, то есть мы сейчас поговорили об общем влиянии планеты, и, конечно, это всё хорошо, но, допустим, если у человека, он и так агрессивный, да, у него и так Марс очень сильно проявлен, он, например, такой врождённый мангалик, и он ещё делает практику Марсу, и он вообще такой становится весь горячий, и он эту практику, ну, есть такие люди, да, которые, они сами горячие, они ещё в качалку ходят, они ещё там... Естественно, естественно. То есть они этот свой Марс прокачивают, а на самом деле им нужно там какую-то лунную, допустим, больше энергию задействовать, или наоборот, луна поражённая, или какая-то луна не очень хорошая, да, там в гороскопе, и луну не надо прокачивать, да, потому что луна у нас, она отвечает, то есть она может быть и показателем смерти, да, в гороскопе, я не хочу никого напугать, но просто такие, да, астрологические такие вещи, которые как бы, когда начинаешь изучать астрологию, ну, ты это всё узнаёшь, вот, как, то есть, как вообще быть, вот вы занимаетесь подбором индивидуальной практики? Хороший, хороший замечательный вопрос, но тут история в том, что упая-йога была создана не для, скажем так, она была создана не для людей, которые только-только начинаются, в основном это всё-таки практика для тех, кто уже знаком со многими асанами, и здесь уже акцент идёт не на правильной расстановке, там, да, а на акцентах. Смысл в том, чтобы практиковать каждый день. Вот в чём главная история упая-йоги, что это не так, как, например, обычные упаи, то есть, мы смотрим гороскоп, мы видим, что какая-то планета слабая, мы либо её поднимаем там с помощью камней, либо наоборот, мы поднимаем самую сильную планету и так работаем с одной планетой. А смысл упая-йоги в том, чтобы выйти на уровень взаимоотношений и понимания всех планет, потому как даже если у нас одна планета повреждена, другая сильная, ей же всё равно, и семь других. То есть, у нас есть девять планет, которые вне зависимости от своего положения, они на нас всё равно влияют всю нашу жизнь. И, например, если вот брать ваш пример, да, этот человек, который любит ходить в качалку, естественно, прослушивая, например, курс мой по упая-йоге, если это просто теоретический курс, то человек впечатляется такой, о, класс, вот у меня как бы классные отношения с Марсом, я пойду сейчас буду ещё больше качаться. И вправду он может ещё больше это накачивать, но учитывая то, что упая-йога гармонизирует, здесь мы больше полагаемся не сколько на себя, да, а сколько на взаимодействие с планетой. То есть, мы начинаем с мантры, и мантра гармонизирует в любом случае ум человека и гармонизирует взаимоотношения с этой планетой. И если делать регулярно каждой планете, каждый день упая, то даже негативное влияние человек, он сможет понять, зачем ему это нужно. Вот в чём как бы главный смысл. То есть, мы не стараемся сделать слабее движение этой планеты, да, влияние этой планеты, а мы стараемся понять, почему Богом выбрано это качество в нас, почему мы родились в таких условиях, и почему вот именно эта планета на нас влияет так сильно. И человек начинает прикладывать какие-то усилия для реализации этого в позитивном ключе. А возможно практиковать самостоятельно, да, упая йогу, вот, необходимо, без вас? Конечно, я всю жизнь, сколько учу, всегда стараюсь донести до своих студентов. Мне уже очень много лет, я пять, нет, не пять больше, лет шесть или семь, я живу в основном в Азии, сюда приезжают либо семинары, курсы какие-то, потом обратно уезжаю. И все это время меня студенты просят, ну, запиши же видео, я этого сознательно не делаю, не выкладываю видео, я стараюсь помочь человеку самостоятельно настроить практику, потому как, конечно, можно заниматься под видео и повторять достаточно долго, но, на мой взгляд, лучше четыре раза ошибиться, но на пятый сделать самостоятельно правильно. то есть я даю ключи, ключи понимания энергии планеты, ключи того, какие бывают асаны в целом. А человек, тут смысл не в том, что я даю какие-то упаи для планеты и говорю, вот делайте так и будет так хорошо, я объясняю, как это работает. Вот смотрите, например, так, что у нас есть асаны и асаны это буквы и когда мы учимся говорить, мы сначала учим буквы, а потом мы учимся составлять из букв слова, а потом и слов, ну вот мы с вами мамы, мы помним, вот как сейчас, как наши дети учились говорить, первые слова мама, папа, дай, вот точно так же и человек, он когда сам практикует, он не может, естественно, полтора-два часа самостоятельный тренинг сделать, но если этот человек понимает, что каждой планете характерно такое-то слово, да, и он делает там три-пять повторений маленьких асан, соответствующих энергии этой планеты, тогда он начинается учить, когда он начинает учиться разговаривать словами, потом слова в предложение, а потом предложение мы строим из предложения рассказ, и в этом смысл, чтобы человек научился выстраивать свои взаимоотношения с планетой, не мои, я свои лично выстраиваю, каждый из нас выстраивает, вот у меня сейчас закончился сертификационный курс УПАЯ-йоги, для ребят, которые преподают УПАЯ-йогу, они сдавали какие-то зачеты, какие-то работы, и у нас есть чат, мы общаемся с ними, то есть курс уже закончился месяц, а мы продолжаем общаться, и я их попросила выложить видео, то есть их УПАЯ-йоги по определенной планете, то есть мы делали, начали с Венеры, это была пятница, вот я им предложила, давайте выкладывайте свои УПАЯ, и у каждого по-своему все, и в этом, знаете, трансформировалась, да, в зависимости от каждого человека, она стала немножко индивидуальной, да? Так и должно быть, так и должно быть, мне на самом деле очень близко, близок подход, вот мне нравится, он чудесно работает, подход по Тапхи Джойса, когда человек, практикуя Аштанга Виньяса, йогу, он знает, что он каждый день практикует один и тот же подход, это полностью противоположно, то есть вот УПАЯ-йога, здесь смысл в том, чтобы человек простраивал внутренние взаимоотношения с планетой, то есть когда человек настраивается на энергию этой планеты, он поет мантру, и он вспоминает, то есть все, что он знает о планете, и начинает делать те асаны, которые он чувствует, что связаны с этой планетой, и это очень здорово, то есть когда потом человек живет в мире, и он знает, что мир мой заканчивается не вот здесь, а мир вот там, он огромный, и там планеты, и мы с ними находимся во взаимоотношениях, это очень здорово, Вот как бы ради этого всё это, конечно, и стоит изучать, как минимум ради этого, для того, чтобы дружить с планетами, для того, чтобы понимать, что наша Земля — это вот такусенькая маленькая дочечка. Ну да, это седьмой план, на который мы пришли, чтобы отработать всё по отношению. Ну да. Вот. Ну, допустим, ну не у всех есть возможность приехать, скажем, в Таиланд или там на Украину, где вы часто тоже бываете, как я понимаю, тоже с семинарами. Вот. Как раз вот вопрос-то, почему в видео не записываетесь? То есть можно как-то вообще узнать хотя бы про это без посещения Таиланда? Я записываю время от времени видео. Сейчас, конечно, студенты меня уже совсем прижали к стене, а давай записывай. Ну да, в современном мире уже как-то это вроде как интернет, он да, нам даёт определённые толщики. Конечно. Естественно, я запишу, какие-то видео уже записываются, но так как у меня очень занятой график, просто невероятно занятой, я всё своё время отдаю консультациям по астрологии, семинары по йоге и материнству. Всё, больше в моей жизни нет ничего. Ну и музыка, конечно. Музыка. И поэтому времени на самом деле записывать видео не так уж и много, потому как астрология — это такая наука, которая требует постоянно самообразования. Для того, чтобы быть хорошим астрологом, регулярное какое-то самообразование необходимо. И как-то так получается, что в Киеве, как только я уже, у меня за месяц, за полтора вперёд запись на астрологические карты, я уже говорю, ребята, я не могу, мне нужно, вот, простите, упала камера, я уже говорю, мне нужно как-то поотдавать все долги, но срочно ещё находится 5, 6, 7, 8 человек, которым просто необходимы карты, и на фоне этого, конечно, мне очень тяжело здесь как-то записывать видео. Ну вот, уезжаю совсем скоро в Индию и думаю, что там запишу по несколько упай. Ну, опять-таки, это же мои взаимоотношения с планетами. То есть это может быть как пример того, как это выглядит, да? Ну вот вы можете попробовать и свою записать также. То есть та планета, которая вам, например, ближе к пониманию, вы скорее поймёте те асаны. Любой намаскар, будь то Сурия намаскар или Чандра намаскар, с чего начинается? С приветствия. Любой намаскар строится по следующей схеме. То есть это вверх-вниз, это вдох-выдох, вдох-выдох. И, соответственно, мы строим асаны, как в Сурии намаскар, мы делаем прогиб, вдох-наклон-выдох. Одна нога назад, вторая нога назад. И там либо уже планки, либо отжимания. Точно так же для каждой планеты. То есть если это марс, то это все виды вирабхадрасан, все виды каких-то таких силовых стоек. Но так-таки всё начинается отсюда, вверх-вдох-вниз-выдох и простраивается у пай. Ну это уже, конечно, получается практика для людей всё-таки, которые экспириенс, да? Я вот сейчас, как сказать, опытных. Да, потому что для многих, да, там, кроме шавасаны, там, никто не знает ничего, да? Или каких-то элементарных там поз, ну, не знаю, там, собака мордой вниз, да? Самая популярная поза, наверное, в йоге, которую знает каждый. Вот, поэтому, конечно, у пай-йога это уже уровень такой, то есть более развитого сознания, более высокий получается, ну и физическая должна быть определённая, наверное, подготовка. То есть просто так, наверное, к вам человек не придёт, он уже придёт более осознанный. По крайней мере, он уже что-то попробовал, и он уже какое-то время йогой прозанимался. То есть это всё-таки, ну, неначальный, наверное, уровень, да? Ну, неначальный, знаете почему? Потому что начальный уровень – это такой уровень, который предполагает регулярное хождение на занятия к одному преподавателю. Мой образ жизни подтолкнул меня к тому, что я не могу вести одну и ту же группу в течение долгого времени, на протяжении долгого времени. И, знаете, я на самом деле не заинтересована в таком, потому как я понимаю, что так много раз было, много лет было такое, что человек ходит, он на моей манипуре, как бы на моей силе занимается, и у него всё хорошо. Я куда-то уезжаю, куда-то всё это девается. То есть вот этот полный зал людей, которые невероятные йоги, когда я в Украине. Как только я уезжаю, эти люди выкладывают там фотографии с вином, с сигаретами в каких-то кафе. То есть совершенно уже у человека другой пласт культуры всплывает, то есть его истинное я. И я не вижу смысла в этом, честно не вижу. То есть как бы это не интертеймент, это совершенно глубокая практика. А если человек понимает, что эта практика глубокая, то ему не нужно ходить в зал и заниматься с кем-то. Ну то есть упая йога, это в принципе практика для тех, кто хочет строить свою практику по каким-то принципам, но пока не знает по каким. Это для тех людей, кто близок к планетам, но опять-таки он не совсем понимает, как в эту сторону двигаться, то есть через что. И в Украине практика упая йоги нашла невероятный отклик, потому как я вот на протяжении всего этого лета слышала от очень многих людей, ведь это же на самом деле лежит на поверхности. Вот я там практикую, многие мои студенты, они также занимаются ведической астрологией. И все мне говорят одно и то же. Это же лежит на поверхности. Почему я этого не знал? Почему вот там этого нигде нет? И я тоже на самом деле не совсем понимаю, почему этого до сих пор нет. Вот. И эта практика всё-таки действительно для того, чтобы самому простраивать. Не, ну это такое очень сакральное знание, на самом деле. Очень внутреннее, которое, наверное, действительно человек должен к нему сам прийти. Потому что, во-первых, как вы уже сказали, да, вот ваши ученики, у них у каждого своя индивидуальная практика для каждой планеты рождается. Потому что у нас у всех разные взаимоотношения с планетами. Опять же, у кого-то сильнее Венера, у кого-то Луна, у кого-то, наоборот, она там слабая или плохо выражена, или не так проявлена, да, или какие-то поражённые планеты. И, соответственно, мы уже исходя из этого, мы начинаем сами по-другому себя чувствовать. И даже вот у меня не так давно была в гостях специалист по ВАСТу, и мы обсуждали как раз цвета дней, недели, которые тоже имеют влияние планет. И тоже же вот кто-то себя чувствует хорошо в красном, а кто-то, наоборот, красный не может на себя надеть, просто даже примерить, даже какой-то минимальный оттенок красного уже кажется для него ужасным, не знаю. И это как раз тоже признак взаимоотношений с планетами. Конечно. Как мы на цвета реагируем. Ну, я думаю, я не то, что вам хочу это рассказать, я как раз нашим радиослушателям больше хочу рассказать. И у нас осталось не очень много времени, и я бы хотела вот буквально нам немножечко протанить Шивы, потому что это удивительное абсолютно действие. Да, это вот, ну, просто вот хотя бы так посвятите нас прямо вот пятиминутный экскурс. Что это такое? Как с этим? Как это приходит? Да, потому что я знаю, что Шива, конечно, это Господь, который решает всё на свете, и это удивительно. Шива может сделать всё, он может изменить нашу жизнь абсолютно. Вот, и поэтому, конечно, это волшебство, когда такой дар даётся. Да, танец Шивы — это невероятная практика, и благодаря танцу Шивы я прошла свой первый сертификационный курс по преподаванию йоги у Андрея Лапы. Танец Шивы, который я практикую, — это та практика, которую собрал Андрей Лапа благодаря своим выдающимся способностям. Есть очень интересная история о том, как встретился ему танец Шивы. Андрей Лапа заблудился когда-то в горах Гималаях и нашёл пещеру, в которой были непонятные начертания. Он их перерисовал себе в блокнот, потом с ним случились некоторые очень интересные мистические откровения. Если хотите, если интересно, это можно почитать у него на сайте. Я не буду сейчас пересказывать, но вот эти начертания на пещере — это оказались положения рук для танца Шивы. Андрей это понял потом уже, когда он приехал домой и глубоко осознавал, что же означают, например, вот такие положения, вот такие, это оказались движения рук. И он их записал в определённые последовательности, и тот вариант танца Шивы, который вот я практикую, преподаю, это вот как раз танец Шивы в его традиции, Шиваната Андрея Лапы. И это практика, которая гармонизирует положение двух полушарий, не положение, а два полушария мозга. У нас одно полушарие мозга, оно творческое, а другое логическое. И когда мы творчески мыслим, мы выпадаем в одну часть полушария, когда логически — в другую. То есть, соответственно, танец Шивы — это практика, когда мы просчитываем, у нас есть положение рук в пространстве, они просчитываются от одного до четырёх. У каждой руки своё положение. Например, мы можем считать, когда одна рука движется от одного к четырём, а другая — от четырёх к одному, при этом мы танцуем. То есть одна у нас логическая часть напрягается в счёте, мы логически просчитываем, а тело наше пластически двигается. То есть танец Шивы — это такая практика, которая развивает внимание очень сильно, внимание, память и способность к концентрации. И танец Шивы классический, вот Андреем Лапой он преподаётся не как танец, а скорее как практика преодоления самого себя. И я приехала к нему на семинар, меня не очень интересовала йога, меня больше интересовал танец Шивы. И когда я приехала, увидела там сто человек, приехавшие на сертификацию, и из ста человек девяносто шесть говорили, «О, Боже, танец Шивы, кошмар, ужас, он ни у кого не получается, сложная практика». И четыре человека спешили на эту практику. То есть она действительно очень сложная, и обычно, когда начинается курс танца Шивы, например, на одном фестивале, я была года четыре, наверное, назад, в России, в Сочи, на фестивале преподавала танец Шивы. На первом занятии было человек сорок, на второе пришло десять, а на третьем осталось три. То есть практика танца Шивы — это такая, знаете, практика, где вы понимаете, что вы ничего не умеете. Элементарный просчёт от одного до четырёх в обратную сторону, он не даётся, когда включаются два полушария, и начинают простраиваться новые нейронные связи между полушариями. В этот самый момент очень сложно самому себе признать, что ты не можешь посчитать от одного до четырёх и сделать элементарные движения. И я вот заметила интересную такую особенность у людей, не все люди могут признать, что они могут тупить, глупить. На самом деле это практика лишения эго, потому как мы все умеем считать до ста, умеем калькулятором пользоваться, а элементарно просто подвинуть руки вперёд-назад-вправо-влево всего четыре движения. И вот меня на самом деле поразило то, что принять собственное несовершенство и собственную ничтожность перед легчайшей практикой очень мало человек могут. То есть практика танца Шивы — это для тех, кто может посмеяться над собой и принять то, что ну да, класс, я тут никак у меня не получается. Я такое прочитала высказывание, что танец Шивы учит тому, как учиться и как осваивать что-то новое. То есть, собственно, если мы как раз хотим двигаться дальше, то получается для нас это путь, да? Как думаете, вот мы используем танец Шивы как упаю для одной из планет. Как думаете, для какой планеты? Сатурн? Ну можно, да, и для Сатурна. Для Меркурия, конечно. Для Меркурия, да. Да, это планета обучения, и вот как раз танец Шивы, он может свести с ума человека. То есть после танца Шивы происходит такая тишина в голове, мозг, он так напрягается вот от этих просчётов, что одну руку надо считать другую, хотя на самом деле движение только от одного до четырёх. Всё, больше нет просчёта. Но так как считается, одна рука в одну сторону крутится, другая в другую ещё и танцуешь, то мы это используем, да, и как для Сатурна, потому как это суровая практика, то есть она не эмоциональная, здесь эмоций нет никаких, это уже как бы совершенно другой уровень взаимоотношения со своим телом. Вот, и по средам, вот для развития... Вы включаете танец Шивы, как раз в практику среды, да, если мы говорим. А это вообще всем доступно, или всё-таки тоже нужно какое-то дополнительное образование, да, или какие-то... Танец Шивы доступен абсолютно всем, но легко он даётся математикам. То есть люди, которые регулярно считают, люди, которые работают с цифрами, бухгалтерам очень легко даётся, люди, которые работают с цифрами. Астрологам, я думаю, тоже, да? И всем внимательным людям. Вот у меня на прошедшем курсе был мальчик, футболист, далёк, вообще далёк от всех астрологических штук, математических. Он схватил танец Шивы просто в секунду, и он очень хорошо всё сделал. А всё почему? Потому что концентрация внимания достаточно сильная. Танец Шивы показывает, где внимание. Если собрать своё внимание, если у человека есть вот этот навык собранности, потому как, вы знаете, вот многие люди практикуют медитацию, говорят, я вот практикую медитацию. Это немного не то, потому как если человек не умеет собирать своё внимание, то это не медитация. То есть то, что практикует человек, это практикует человек сидение с ровной спиной, дыхание, например. И вот этот навык концентрации внимания, он как раз очень легко понять по танцу Шивы, как у человека вот этот навык, как он развит, насколько развит. Есть ещё такое... Да-да. Я слушаю, Варьян. Есть ещё такое мнение, что мужчинам легче даётся танец Шивы, чем жить. А вот я как раз хотела спросить, да, женщинам или мужчинам? А мне кажется, женщинам должно быть легче. Нет. Мужчина может собраться, взять, вы знаете, усилие такое, вот волевое усилие. Потому как танец Шивы, на самом деле, это практика по состоянию воли. То есть здесь нужно волю включить свою. Когда ты видишь, то ты просто разваливаешься, ты не способен посчитать. Вот. И жалость к себе — это вот то чувство, которое процветает просто в танце Шивы. Когда, особенно если рядом кто-то, у кого получается, и ты вообще не можешь понять, как это ты вот не справляешься с этим, тут просто расцветает жалость к себе, и человек сворачивается, уходит и говорит нет. Однажды на занятии пришла ко мне женщина на танец Шивы и говорит, знаете, ну я всегда спрашиваю, зачем вы приходите, то есть какая у вас цель, практика, ну чтобы понимать для себя, то есть от чего требовать от этих студентов. И она говорит, я хочу выйти замуж. Я говорю, простите, а при чём здесь танец Шивы? Она говорит, ну вот я знаю, что я немного безвольная, а мужчины любят волевых женщин. И я вот читала, у вас вы писали, что вот танец Шивы связан с волей. Я говорю, ну ладно. В общем, тяжко ей давался этот танец Шивы. И в конечном итоге она говорит, знаете, Диана, я больше не буду ходить. Я говорю, почему? Она говорит, у меня не получается. Я говорю, ну так ничего страшного, главное, чтобы не получилось, а вот процесс, вы же строите новые нейронные связи, то есть вы же растёте. Она говорит, нет, Диана, он у меня не получится. Это просто вы мужиковатая, поэтому у вас хорошо получается. То есть вот, вот такой вот стиль, знаете, стиль мышления, когда мы способны отказаться от каких-то удовольствий ради воли, ради собранности, вот она говорит, вы мужиковатая, то есть это качества такие более мужские. Ну, с какой-то стороны это так и есть, потому как сильная воля, возможно, она и не каждой женщине нужна, но если женщина уже ступила на путь практики, то без этого, мне кажется, никуда. Потому как очень легко расползтись в разные стороны и практика йоги, она, наоборот, она вот собирает, но в то же время, чем глубже вы в практике, тем больше проверок. Всё время, каждый день у нас проверки. То есть то, что мы спокойны и глубоко дышим, стоя на коврике, это ещё ничего не значит. А вот как мы применяем все эти действия 24 часа в сутки, то есть так же ли мы осознаны, так же ли мы медленно дышим, так же наше внимание в теле или, может быть, где-то в другом месте. Вот об этом всё-таки больше йога. Можно я вас попрошу нам какую-нибудь мантру спеть в завершении передачи, ну вот, может быть, лунную, да, или, ну, я не знаю, какую-нибудь, которую, потому что я знаю, что вы ещё и музыкой занимаетесь и поёте, и, в общем, киртан для вас это не пустой звук, да? Я не очень вас смущу. Нет, конечно. Можно я у нас есть ещё буквально пару минут, я была бы вам очень благодарна и, думаю, радиослушатели тоже оценят это, если это возможно. Конечно, конечно. Всё-таки давайте, раз уж сегодня у нас лунный день и сегодня Экадаши, а после Экадаши всегда про Дош врат, это пост Шивы, и Господь Шива, он всё же, благодаря Ему, всё то, что происходит в йоге, в моей жизни со мной, это всё благодаря Ему, потому как лицезрением его формы мне открылось невероятное желание изучения танца Шивы, и после танца Шивы я пришла к желанию изучения йога, и, в принципе, все практики, упая, планетарные, это всё-всё-всё о том, как достичь Шивы, поэтому я бы хотела завершить наш с вами экскурс в практику упая йоги мантрой для Господа Шивы. И понедельник, это день Луны, а Чандру или Луну Шива носит в своей голове, вот, поэтому мы завершим мантру для него. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шива Шанкаря Шива Шанкаря Шива Шанкаря Благодарю вас. Невероятная мантра. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в нашей передаче. С нами была Диана Дикша, международный преподаватель йоги, человек, который занимается упая йогой. И я хочу ещё раз сказать вам спасибо, и мой поклон, и намаскар, за то, что вы были в нашей передаче. С вами была Диана Дикша и Анастасия Хрущинская на радио Сангейтс в передаче «Путь йоги». До новых встреч, дорогие друзья, в следующий понедельник. Счастливо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Хрущинская